Здравствуйте! Вы смотрите «Давича» в студии Ксения Фрик. И вот о чем мы расскажем сегодня. В регионе не хватает врачей. Как решить эту проблему? Нам нужен сам врач, чтобы здесь постоянно был. Уже проведено обследование технического состояния здания по Пролетарской 11А. В межшкольном комбинате началась реконструкция, что будет в здании на Пролетарской после окончания работ. Если буты полные, я рядом бросил, мне больше некуда ложить. Некуда складывать или не хотят соблюдать чистоту, как в городе решают проблему с мусорными баками. Очередной этап ремонта дорог в Кирове подошел к концу. Сегодня специалисты городской администрации проверили, насколько качественно подрядчики выполнили работы. Речь идет об участке улиц Московской от Строителей до Ульяновской, Дериндяева от Молодой Гвардии до Герцена, а также Герцена от Октябрьского проспекта до улицы Горького. Общая стоимость работ превысила 11 миллионов рублей. На эти деньги удалось отремонтировать более 8 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части. Еще 900 – это ремонт тротуаров. В выполнении контрактов принимали участие малое предприятие Кирова. Это требование федеральных законов, подчеркнул начальник городского управления благоустройства и транспорта Вячеслав Семаков. Отмечу, при выборе, какие улицы отремонтировать, власти учитывали мнение кировчан. Выбор данных участков обусловлен как состоянием проезжей части, так и обращениями горожан. Как в данном случае, здесь был конфликт на улице Герцена между пешеходами и автолюбителями. Не был оборудован тротуар, а разделен из проезжей части. Поэтому выбор пал и на этот участок улицы. Дальше тоже мы видим, что тротуар был полностью весь восстановлен до улицы Горького. В Кировской области не хватает нескольких сотен медицинских работников. В основном на местах отсутствуют узкие специалисты. И наиболее острая проблема стоит в районах. Для ее решения уже не первый год медикам из областного бюджета выделяют 1 миллион рублей при трудоустройстве на должность сельского врача. Хотя сейчас участили случаи, когда деньги получены, а медработники уходят в длительные декреты отпускам. Причем делают так даже мужчины. В итоге жители районов снова остаются без врача. Решить кадровую проблему помогают выездные или, как по-другому их называют, мобильные поликлиники. Они есть, например, у Слободской, Амутнинской и Котельнической больниц. С этого месяца бригады стали выезжать в районы ежедневно. С подробностями Елена Чехомова. Фельдшер в отпуске, врач общей практики в декрете, педиатра нет вообще. В итоге персонал амбулатории в Шихово-Слободского района – это две медсестры. Хотя жителей здесь порядка 600. Поэтому, как решение нехватки медиков, приезд в мобильные поликлиники с бригадой врачей Слободской больницы. С октября ездить они сюда будут чаще, по заранее известному расписанию. Врачи на месте фельдшера посмотрят, каких специалистов нужно еще. Мы сформируем уже те команды, те бригады, которые будут выезжать уже конкретно в это место с теми специалистами, которые нужны. То есть, если ездил невропатолог, в следующий раз поедет хирург. Если был врач УЗИ, в следующий раз поедет акушерка. Местных жителей о скором посещении врача предупреждают заранее. Часы их приема расписаны, но прийти можно и без записи. Выезжать бригады Слободской больницы в район и сейчас будет каждый день. Но и мест с нехваткой врачей немало. Зониха, Ильинское, Роговое, другие поселения. Местные жители долгожданному приему у врача рады. Ну вот по идее, нам бы машина не нужна, нам нужен сам врач, чтобы здесь постоянно был. А не только так вот день от дня приезжали. Ну конечно хирург, нейропатолог, это обязательно, чтобы приезжали хотя бы раз в месяц. А врач-то общей практики, чтобы у нас был постоянный. Пока график ежедневного выезда специалистов в больницы расписан только на октябрь. Но по просьбам жителей такую практику постараются сделать постоянной. По крайней мере известно, что уже планируются выезды в районы в ноябре. Елена Чехомова, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Давича. Мест, где подростки могут научиться работать руками, станет меньше. Городская администрация планирует закрыть один из межшкольных учебных комбинатов. В таких учреждениях школьники изучают азы металла или деревообработки. При этом уже запланировано, что вместо комбината в этом здании откроется общеобразовательная школа. Тему продолжит Никита Тузов. Решение переоборудовать межшкольный учебный комбинат номер 4 в школу было принято городскими властями еще в прошлом году. Необходимость обоснована тем, что большинство учебных заведений в центре города практически полностью загружены. А участка для строительства новых школ, отмечают в муниципалитете, здесь просто нет. В некоторых школах города учебная программа подразумевает изучение основ кройки, шитья, работы с металлом, деревом и даже компьютерной грамотности. А этими предметами ученики занимаются в таких учебных комбинатах. Кроме учреждения на Пролетарской, их в городе еще два. При этом один из них находится совсем недалеко, на перекрестке Азина и Карла Маркса. Поэтому считают в городском департаменте образования закрытие этого комбината своеобразная оптимизация. Чтобы к какой-то логике прийти, чтобы в одной части города был межшкольный учебный комбинат номер 3 на Азина 55 и второй межшкольный учебный комбинат на Дзержинского 23. Стоит отметить, что раньше на Пролетарской 11-я находилась школа. В середине 70-х ее пришлось переоборудовать в учебный комбинат, чтобы привить школьникам уважение к рабочим профессиям. Так что, по сути, это лишь возвращение школы в свое здание. И первые шаги на этом пути уже сделаны. Уже проведено обследование технического состояния здания по Пролетарской 11-я. И сейчас размещена документация проведения аукциона на сайте. Аукцион состоится 14-го числа, на котором будет определена проектная организация. Проекты СМЕТа должны быть разработаны до конца года. Уже в следующем году планируется получить оценку экспертов. Стоимость и сроки самой реконструкции пока не называются. Впрочем, как и судьба педагогов и самих школьников, которые сейчас проходят здесь обучение. Никита Тузов, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давича. Почти 10 лет ждет улучшение жилищных условий пенсионерка из Орловом. Причем 4 года назад сделать это местную администрацию обязал суд. Но постановление до сих пор только на бумаге. А пенсионерка в квартире, которую даже частично не протопить. В проблеме разбиралась Ирина Сырцева. Когда-то эта трехкомнатная квартира была местом проживания трех семей, рассказывает Виктор Чужакин. Мужчина специально взял двухнедельный отпуск и приехал в Кировскую область из Новгорода, чтобы попробовать решить многолетнюю жилищную проблему матери. Сейчас, кроме Валентины Дмитриевны, в квартире живет еще один ее сын. Правда, жизнью существование здесь Виктор назвать не спешит. И здесь вот в таком состоянии тоже жить невозможно, потому что потолок наклонился, и, соответственно, вся эта стену нужно будет менять. И состоит она там не из бревен, а, наверное, уже просто-напросто из трухи. Мы ходим туда. Вот, точно-точно в таком же состоянии находятся и здесь потолки, которые требуют капитального ремонта. Да, и вот эта печь, которая сейчас находится в неисправном состоянии, и тоже требует, соответственно, ремонта. Печь в этой половине дома из-за дыры в крыше даже не протопить. Но делать ремонт в здании, которое было построено в начале прошлого века, практически значит перестраивать его заново. К тому же по закону помещение, где живет Валентина Дмитриевна, признано аварийным и подлежит расселению, причем по суду. Обязать администрацию Орловского городского поселения Орловского района Кировской области предоставить Чужакиной Валентине Дмитриевне по договору социального найма жилое помещение, пригодное для постоянного проживания граждан, в срок до 31 декабря 2012 года. Но даже после этого судебного постановления переселиться из дома с дырами в крыше, полу и стенах у жильцов все никак не получается. Хозяин соседней квартиры в их двухквартирном доме давно смирился с ситуацией и полностью заменил фундамент и крышу, частично внешние стены. Делать то же самое на свои деньги Виктор не собирается, а слишком дорого. Да и Орловская администрация варианты переселения предлагает начала. Только условия проживания в большинстве из них примерно такие же, как и в их доме. Проблему в местной мэрии не отрицают. Сейчас только в Орлове. Очереди на переселение ждут две с половиной сотни человек. В прошлом и этом году удалось переселить по одной семье. У нас город застройки более 500 лет. Городу спасало жильем старой застройки, осталось в муниципальном фонде. Все, что новое, приватизировано. У нас таких площадей объективных свободных нет. В городе строится дом для переселенцев. И если моя мама является первой на очереди, зачем предлагать условия жизни в таких же равносильных жилищных условиях, если строится дом? Почему она должна приезжать из одного ветхого жилья в другое? Вот я этого не понимаю. Если бы был признан дом аварийным до 2007 года, он бы вошел в программу переселения, и весь дом бы мы расселили. Но здесь признано помещение. Мы по закону можем в программу включить только целый дом. А если бы собственник второй обратился, например, к соседям, то тогда бы включен дом? Если бы было по всему дому, он бы как бы двухквартирный, он считается многоквартирным домом, он бы вошел в программу. В итоге пока договорились о временном варианте на эту зиму. Валентина Дмитриевна переедет в маневренный фонд с небольшой жилплощадью. А к весне в администрации Орлова планируют отсудить квартиру у одного из нерадивых нанимателей, отремонтировать ее и заселить туда семью Чужакиных. Ирина Сырцева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича. Коллективу госпиталя для ветеранов и воин представили нового руководителям, сообщили в Министерстве здравоохранения Кировской области. Им стал Александр Разуван, кандидат медицинских наук. Известно, что два года он работал врачом-хирургом в Северной больнице, а затем в Кирово-Чепецке. Добавлю, что Александр Разуван – это сын экс-начальника Кировского УВД, экс-депутата Госдумы Алексея Разувана. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В Кирове выросли объемы жилищного строительства. Такие данные поступили от специалистов управления городостроительства и архитектуры администрации. С начала года в городе введено в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья. Это больше, чем за этот же период прошлого года на 100 тысяч квадратных метров. За 9 месяцев администрации выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 53 многоквартирных и 60 индивидуальных жилых домов. Сотрудники Следственного комитета установили лиц, причастных к недавнему убийству предпринимателя в Кирово-Чепецке. Как удалось установить следователям, из-за личной неприязни организовать убийство решил его 43-летний знакомый. Для этого он обратился к своему 37-летнему знакомому, с которым раньше сидел в тюрьме, и предложил совершить убийство за 400 тысяч рублей. По данным Следственного комитета, оба уже сознались. На время следствия мужчины арестованы. Расследование уголовного дела продолжается. На этой рабочей неделе в Кирове выпадет первый снег. Об этом говорит прогноз погоды на портале gizmeteo.ru. В ближайшие дни температура все ближе к 0, плюс 3, плюс 4 градуса, а в среду ближе к вечеру ожидается первый снег. В связи с этим сотрудники ГИБДД призывают водителей быть особо осторожными. Речь, в частности, идет о скоростном режиме и дистанции. Необходимо перестраивать и свой стиль вождения, заранее прогнозируя дорожную ситуацию. Сейчас небольшая пауза, и вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. 116 миллионов на безопасность работы на трассе «Южный обход» подошли к концу. Некуда складывать или не хотят соблюдать чистоту, как в городе решают проблему с мусорными баками. Задачу тренера выполнить не удалось. Каковы итоги одного из этапов первенства России по хоккею с шайбой? Еще раз здравствуйте. Вы смотрите выпуск Бюро новостей Дайвича. Меня зовут Ксения Фрик, и мы продолжаем. За прошедшие выходные кировские полицейские пресекли больше полутора тысяч нарушений правил дорожного движения. Большая часть из них связана с превышением скорости. Но правила зачастую нарушают не только водители, но и пешеходы. Как раз для них, для их безопасности, на «Южном обходе» были построены и уже открыты два новых подземных перехода. Один из них находится в нескольких метрах от поворота на ТЭЦ-5. Второй рядом с садоводческими обществами, недалеко от деревень Дуркино и Пеньково. Подземные переходы удобны для кировчан. Дорожки заасфальтированы, установлены ограждением. Но самое главное, они повышают безопасность, отметили сотрудники ГИБДД. По их данным, именно на этих участках трассы раньше постоянно происходили аварии. Напомню, что кроме переходов здесь также появилось ограждение и новые фонари. Все работы обошлись областному бюджету в 116 миллионов рублей. Кировчане постоянно жалуются на мусор в своих дворах. Об этом рассказали в Кировском управлении Роспотребнадзором. Люди недовольны переполненными баками и мусором, который копится вокруг. К чему это может привести и как в городе решают проблему, узнала Анастасия Шерстнева. Смятые пластиковые бутылки, старые двери и одежда. Какой только мусор не валяется рядом с баками на улице Ключевой. Все потому, что отходы не вывозили здесь несколько недель, рассказывают местные жители. У меня в частном доме я вынес мусор. Если бункер полный, я рядом бросил, и все, мне больше некуда ложить. Так-то я в мешках его ношу, и все полностью. Но вот везение. Через пару минут после жалоб Кировчан к бакам подъехала спецтехника. И, казалось бы, проблема должна решиться. Но на деле оказалось иначе. Мусоровоз уехал, а мусор остался. Вот так выглядит территория вокруг баков после так называемой уборки объекта. Как говорится, найдите 10 отличий. Такая картина складывается на многих площадках для сбора мусора по улице Ключевой, говорят местные жители. И проблеме уже не один год. Вот там вот мусорный бак вы, наверное, видели. Вот этот. Вот про эти два точно могу сказать, что постоянно мусор около них валяется. И они заполнены постоянно сверху. То есть выбрасывать мусор практически некуда. Знаю, что у них должен быть четкий график. То есть вывоз мусора в какие-то определенные дни, в какие-то определенные часы. Почему так происходит, подсказать не могу. Да и в соцсетях кировчане нередко жалуются на переполненные мусорные баки вблизи домов. Эти фотографии были сделаны на улице Современной и Ленина. Жители последней рассказывают, что спецтехника сюда не приезжала 4 дня. А такая дизентерия может привести к печальным последствиям, считают в Роспотребнадзоре. Поскольку у нас все-таки твердые бытовые отходы, они включают в себя и пищевые отходы. И понятно, что скопление пищевых отходов, твердых бытовых отходов, они являются источником размножения, источником пропитания грызунов. Поскольку грызуны у нас переносчики инфекционных заболеваний, дальнейшее распространение инфекционных заболеваний. В ведомстве рассказывают, что заявления от граждан по поводу переполненных контейнеров поступают регулярно. При том, что по санитарным нормам вывозить мусор нужно ежедневно. Есть и другие требования. Вот эти мусоросборники на улице Орловской можно назвать образцово-показательными. Здесь все соответствует нормам СанПин. Есть металлические ограждения, баки находятся на бетонированной площадке, а территория вокруг чистая. Специалисты говорят, если вас не устраивает, как вывозится мусор, то необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Если проблема так и не решится, то нужно направить заявление в Роспотребнадзор. Если в ходе проверки подтвердится, что нарушение есть, то виновных оштрафуют. Анастасия Шерстнёва, Антон Мамаев и Николай Шахарбеев. Бюро новостей Дайвича. Игра оказалась жаркой. В минувшие выходные в Кирове прошел один из этапов первенства России по хоккею с шайбой Приволжского федерального округа. В нем приняли участие команды из нашего города, а также гости из Нижнего Новгорода и Тольятти. На одной из игр побывала и Анастасия Шерстнёва. Перед игрой важно не только размять мышцы, но и психологически настроиться, рассказывает хоккеист из Нижнего Новгорода Егор Федин. Из своих 13 лет семь он посвятил этой командной игре. И уже побывал на соревнованиях во многих городах России. Я много раз куда ездил. Киров, Киров-Чепецк, Ижевск, Тольятти и так далее. Мы выиграем. Этого прямо, 100%. В первенстве России по хоккею с шайбой среди юношей, которое прошло в эти выходные в Кирове, участие приняли 4 команды. Всем спортсменам по 13-14 лет. На сегодняшний день у нас две команды участвуют в первенстве России. Регион Поволжья. Одна в группе А, другая в группе Б. Всегда надеемся, выходим на лёд, чтобы победить. Ну а как получится, там время покажет. Ну и команды готовятся плотно, плодотворно, можно сказать. И всегда выходим с надеждой на выигрыш. В первой игре встретились команды 2003 года рождения. Из Нижнего Новгорода с одноимённым названием. И команда «Союз» из Кирова. Тренер последний Евгений Васькин рассказывает, что ему приходится быть требовательным. Несмотря на то, что его команда непрофессиональная. Мы эти соревнования рассматриваем как подготовку игроков, как контрольные работы, так скажем, что ли, в школе. Ну и естественно, хочется ставить какие-то задачи на сезон. Естественно, задача ставится выиграть. Но все команды сильные. Очень большие усилия приходится прикладывать. Но задачу тренера выполнить не удалось. Кировская команда проиграла гостям со счётом 2-7. Отмечу, что первенство России будет продолжаться. Следующие игры пройдут 29 и 30 октября. Анастасия Жерстнёва, Антон Мамаев, Бюро новостей «Дайвича». Таким был этот понедельник, 10 октября, глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей «Дайвича» появится на сайте девятка.ру. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию «Дайвича» по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ксения Фрик. Всего доброго и до свидания.